Главный прокурор Грузии ушел в отставку из-за протестов. В Тбилиси охватили массовые протесты после решения суда относительно убийства двух подростков 1 декабря 2017 года. В четверг, 31 мая, около здания главной прокуратуры Грузии в Тбилиси протестовали около 20 тысяч человек. Люди недовольны решением суда относительно убийства 16-летних подростков Ливана Дадунашвили и Давида Саралидзи 1 декабря 2017 года. Как сообщает Грузия, онлайн из-за протестов подал в отставку главный прокурор страны Ираклий Шатадзи. На акции присутствуют представители политических партий, общественности. Недавно к ней присоединилась первая леди Грузии Мака Чичуа. Одного из обвиняемых суд оправдал в убийстве Саралидзи, а второму переквалифицировали обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства. Между тем, первого признали виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах Дадунашвили. Таким образом, остается неясным, кто убил Саралидзи. Хочу лично обратиться к родителям убитых на улице Харава подростков. Я был и остаюсь с вами. Как главному прокурору и как отцу, должность не стоит жизни ваших детей. Хочу, чтоб знали, что я сделал все, чтобы виновные были наказаны. Так как хочу, чтоб вы верили в то, что я говорю, я покидаю должность и уверен, что правосудие по этому делу будет полностью достигнуто, говорится в заявлении Шатабзи. После протестов у здания прокуратуры люди перекрыли главную улицу Тбилиси, Шатаруставели и продолжают свой протест у здания парламента. Они требуют, чтобы отца одного из свидетелей по делу убийства на улице Харава Мерзус убили, они арестовали и осудили. Вместе с тем, одним из главных требований остается наказать убийц Давида Саралидзи. Правда, Ираклий Шатабзи ушел в отставку, но пока все лица, участвовавшие в убийстве, не будут наказаны, Ираклий Шатабзи не будет привлечен к ответственности, я не сойду с этого места, заявил отец убитого. Отметим, это уже второй случай массовых протестов в Тбилиси в мае. 12 мая люди вышли на протесты после масштабной спецоперации в двух самых популярных ночных клубах города, в результате которой были задержаны 60 человек. Протестующие требовали отставки премьера страны и главы МВД, а также реформы в сфере наркополитики. Новости от Корреспондентнет в Телеграм. Подписывайтесь на наш канал и чтите пиастими Корреспондентнет по материалам сайта Ньюзгроком.